Итак, мы сегодня будем говорить про рекламные системы в очередной раз, но уже вроде последний. И будем говорить про нерестевые методы, сравним методы более сложные, более простые. И в семинаре много чего написано сложными словами, но мы это с точки зрения торча все легко понимаем и порвем. Ноутбук я запустил, но мы можем запускать, наверное, еще раз по дороге. Сначала, значит, тут есть где-то, вот, да, говорим про данные, про предработку, про подготовку датасетов, даталоудеров. Потом поговорим про ncf. Здесь мы, типа, будем совмещать генерализованные матричные факторизации и просто нейронные методы. Здесь будут эмбеддинги айтемов, эмбеддинги юсеров, мы их будем совмещать и использовать в нашей сетке, все равно учить бэк-пробам. Обучим это, посмотрим еще на разные метрики качества, хитерейтедка, пресиженка, редко, ка, 10G и 10G. Посмотрим на реализацию этих метрик и затем в конце еще запустим полуготовую модельку просто факторизационную машину. И посмотрим сравним их, сравним их по качеству вот с нашей нейронной коллаборативной фильтрацией, коллаборативный фильтринг, точнее, сори. Вот, и посмотрим, что получилось лучше, что получилось хуже. Вот, давайте начнем. Построим полезную систему, будем работать с данными, которые содержат миллион рейтингов за 4 тысячи фильмов от 6 тысяч пользователей. Сайт Movie Lens. Давайте посмотрим, что это. Как видите, это просто open-source, видимо, для науки сайт по рекомендации фильма. Ну, по крайней мере, сейчас он такой. Может быть, раньше он был коммерческий или какой-то еще. Ну, идея отличная. Собственно, план, который я уже проговорил. Давайте начнем. Значит, данные, по идее, у меня уже скачаны. Ну, пусть побегает еще раз. Включает их через точку 1. Пофиг нам. Информация о фильме у нас будет храниться в файле movies. В следующем формате жанры, тайтлы и муви. Давайте сделаем из этого привычный нам датафрейм. У нас будет айдишник фильма, его название и жанр. Собственно, это все. Ну, жанры вот у нас здесь склеены через палочку. Идем дальше. Теперь про юзеров информацию в таком формате. айдишник, гендер, возраст, оккупейшн, зипкод. Собственно, мы также этого делаем привычным датафрейм. Получаем айдишник, гендер, возраст, оккупейшн, зипкод. А вот что-нибудь про оккупейшн написано. Вот, да, оккупейшн представлено числами. То есть это уже за энкоденная информация. У нас на месте текста представлены категории. В виде чисел не указано. Какой-то академик, артист, администратор, колледж. В общем, то, чем человек занимается. Ну и возраст у нас представлен тоже таким некоторым категориальным признаком, по сути. один для тех, кто младше, 18, 18, 18, 24, по минимуму для группы. Окей. И по поводу рейтингов. Рейтинги представлены в таком виде. User ID, Movie ID, рейтинг и время. Ну, соответственно, просто так же делаем из этого датфрейм. Большой файлик, долго обрабатывается. Вот, получаем, что у нас там сначала идет все по юзерам. Сначала все рейтинги первого юзера. Для такого фильма, для такого фильма. Рейтинги от 1 до 5. Full star rating. То есть частичных нет. Юзеров в 6 тысяч. Фильмов в 4 тысячи. Таймстэмпы у нас, собственно, вот они. У каждого есть как минимум 20 рейтингов. О, как. Чтобы проблем с кимфалодом стартом не было. Ну, теперь давайте предработкой займемся. Обстраничим таймстэмпом уже подготовленные данные. Это у меня уже скачано. Давайте заглянем. Данные предварительно предработаны. train-файл. В train у нас будет содержаться айдишник юзера, айдишник айтема рейтинга, таймстэмп. Что у нас дальше там происходит? То есть количество юзеров, количество айтемов. в таком виде соответственные взаимодействия между юзерами и айтемами можно использовать. Они должны лежать в train-дата. Матрица рейтингов, напечаточка. Матрица рейтингов, строки пользователей, столбцы фильма, на пересечении нуля, если не смотрел, единица, если смотрел. Такую матрицу мы сейчас делаем и с ним будем работать. тестовое, тест-негатив, тест-файл, это подготовленный набор данных, которые мы будем использовать для тестирования нашей системы. Для каждого пользователя содержится один фильм, который он смотрел, и 99 фильмов, которые он не смотрел. Мы будем использовать их для подсчета метр качества. Ну окей. Вот, то есть у нас опять же айдишник юзера и айдишники всех фильмов. Видимо, 25 фильмов он смотрел, а остальные не смотрел. Это в тесте, а в трейне... Что мы сделали? Мы получили... Спарс-матрицу, где у нас по строкам столбцы, по столбцам фильма, и 0,1 смотрел, не смотрел. Окей. Окей, погнали. Подготовка датлоудеров. Здесь в стандартный торчевый код. Посмотрим на датасет торчевый. Что у нас пишется? That labels are only used when training to add them in the simple function. When training... Да, здесь отмечают, что с лейбл нам нужны только время трейдинга. Давайте заглянем в сам код. Добавляем фильмы, которые пользователь не смотрел. Это нужно для примеров любого класса обучения. Ну да, здесь negative sampling, то есть мы добавляем еще и фильмы, которые пользователь вообще не смотрел. Мы это, кажется, на прошлый семинаре уже делали. Нам нужно, чтобы на тесте наша модель вообще умела работать с фильмами, которые юзер не смотрел. Окей. Секунду. Да. Собственно, частота, длина, getItem, чьи, лейблы. Давайте посмотрим на примерчик использования нашего полученного датасета. То есть мы итерируемся по датасету. У нас в нем уже userItemLabel, userItemLabel. Соответственно, это id юзера, id айтема и лейбл. Смотрел он или не смотрел. Давайте побольше нарисуем, что ли. 25. Нарисуется там 25. Нарисовался еще больше. 50, наверное, уже не нарисуется. Он нарисовался. Еще больше. и как получается. Давайте так поступим. пишем, если каждый раз принтить. Только если у нас лейбл принтить. Еще и брейкнется. Ну, вот. То есть у нас просто, видимо, сейчас не зашафлено. И сначала идет очень много настоящих рейтингов, и только потом начинают добавляться рандомные, где у нас стоят нули. То есть те данные, которые юзер не смотрел. Против фильма, который он не смотрел. Ну, вот здесь. Да, он добавляет как раз негативные примеры. Окей. Сдаем обычно даталоадеры. Берем большие батч-сайзы, потому что у нас очень маленькие данные, просто тексты. Не тексты, господи, просто нескольких чисел. One user per батч. Вот. То есть у нас здесь для более правильного подсчета метрик мы берем именно батч-сайз 100, потому что у нас для каждого юзера в тесте, да, помните, один фильм, который он смотрел, в нем с декором он не смотрел. Поэтому мы берем 100, и у нас получается один юзер в батче. Мы не перемешиваем сказания. Окей. Вот. И наконец-то добрались до главной интересной части. Это самая модель, и самая алгоритма. Именно NCF-ки. Сейчас я пробую про нее рассказать. Это очень... Тут очень хитроум написано про простые вещи, которые вы уже отлично знаете на самом деле. Давайте смотреть. Вот есть у нас юзер, есть у нас item. Мы что делаем? Мы делаем для юзера два слоя нэмбеддинг, получаем два нэмбеддинга какого-то размера. Один у нас будет использоваться для матричной факторизации и пойдет в левую часть. А один будет использоваться для млп-слоев, то есть просто для линейных слоев, и пойдет на правую часть. И так же в нем для item. мы делаем два раз пропускаем через нэмбеддинг, получаем вектор, который пойдет в матричную факторизацию налево, и вектор, который пойдет направо. Мы для каждого юзера создаем по два обучаемых вектора, и для каждого item мы создаем по два обучаемых вектора. Потом мы будем вот так вместе учитывать, прогонять через некоторые слои, в конце конкуртинировать полученные результаты и обучать на скор. Сейчас разберем поподробнее. То есть здесь вот где написано вот, то, что мы объединим Generalized Matrix Factorization и линейные слои, утверждается, что матрикс факторизация в левой части мы будем использовать по сути полименное произведение ПЭУ, а в видите, вот здесь ElementWise Product написано, а здесь конкатенация. И это как бы то, что здесь авторы пытаются написать, когда они пишут про линейность маточной факторизации и нелинейность MLP. Здесь речь идет не про то, что у вас линейные слои, нелинейные слои, не про то, что у вас есть активация, нет активации, как мы привыкли, что нелинейность какая-то функция активации и так далее и тому подобное. функция активации есть и здесь в левой и в правой части мы сейчас увидим. Но что здесь непосредственно имеется в виду под линейностью левой части, это то, что мы будем использовать непосредственно ElementWise произведение, то есть элементное произведение двух этих векторов. и как бы по сути мы будем использовать линейное преобразование этих двух векторов. А здесь мы сконкатинируем, а конкантинация это все-таки нелинейное преобразование. Такая сложная логика. Давайте посмотрим, что здесь на самом деле происходит. Мы берем вектор юзера для матричной факторизации, вектор айтема для матричной факторизации и по сути мы могли бы с вами здесь просто сделать их как его зовут? Произведение этих векторов, скалярное произведение этих векторов. Но поскольку мы делаем здесь типа generalized матричную факторизацию, то есть более обобщенный вариант, то вот эта формула с тем, чтобы рейтинг представить в виде скалярного произведения двух векторов предлагается несколько обобщить вот до такой формулы, где мы берем элементное произведение, умножаем на некоторый вектор обучаемый и сверху навешиваем на ней место. Здесь написано, что out это функция активации и h это типа веса. Не обращайте внимание, что здесь написано веса ребер, это в общем, проще понимать, это просто обучаемый вектор. И на самом деле, если здесь вот в этой нижней формуле вы вместо out поставите ничего, то есть у вас вы поставите пропуск, а вместо h вы поставите все единицы, кажется, то вы получите точно случай, который записан сверху, и вот таким образом у нас как бы обобщается вот эта масочная факторизация. Здесь сложными словами написано, пытаюсь вам пояснить, ой, здесь сложными словами написано. Вот, то есть таким образом ведь у нас мы позволим веса ребер выходного слоя обучаться, и то есть мы добавим какие-то обучаемые параметры, кроме самих, то есть мы по сути как бы добавляем вот это h, которое является обучаемым параметром для того, как как у нас взаимодействует признак конкретного item с признаком конкретного там юзера. То есть если раньше у нас это было просто скалярное произведение, то есть у нас они там все перемножаются, теперь мы как бы каждому из них по сути вес добавляем обучаемый вот каждому такому произведению. Такой более пообщенный случай у нас получится еще один обучаемый вектор, то есть у нас два обучаемых эмбединга, один обучаемый вектор и нелинейность это все записано вот здесь вот, то есть два обучаемых вектора вот здесь, нелинейность и обучаемый вектор внутри гемофлеера, перед этим элемент вайс продакт происходит. Все, левую часть мы победили. Теперь правая часть. Правая часть у нас также на вход поступает два эмбединга из-за эмбединга слоев, затем не прогоняется через несколько линейных слоев, то есть это вот наша классическая там сетка multilayer процептрон и все вот это просто линейный релу, линейный релу и так далее. Давайте посмотрим, как это здесь записано, более сложно. Вот здесь так вот записана конкатинация, ну, что в общем правда. Мы конкатинеем вектор user айтема и вот в этом как раз нелинейность которая здесь имеется, здесь пишется, это вот хитрая штука, потому что это как бы разные эмбединги, один для юзера, другой для айтема, и конкатенировать это не совсем простая операция, неочевидно. Вот, и предлагается вот здесь у нас формула для линейных слоев, зачем-то вам здесь как будто вы не знаете, что такое линейные слои, давайте на всякий случай прочитаем, что у нас получился вектор на вход после конкатенации, мы его умножаем на матрицу, то есть берем линейный слой, добавляем байос и навешиваем сверху нелинейность и делаем так L раз. И последний слой мы по сути домножаем еще на один облучаемый вектор, берем сигмоиду и не используем байос. Все же здесь написано такими сложными непонятными способами, в конце берем сигмоиду обязательно, потому что мы хотим ограничить рейтинг оценки от 0 до 1. Сейчас вы увидите почему, потому что на самом деле все это ведется к логистической регрессии, к тому, что мы предсказываем вероятность и это нам позволит проще работать с функцией потерь. Сверху мы накидаем сигмоиду, последним слоем мы не используем байос, мне кажется это вообще не обязательно, но ладно, здесь мы используем линейности, в общем, все как нарисовано рисунки, только сложными формулами, непонятно зачем. В итоге мы с вами с левой части получим какой-то рейтинг и с правой части получим тоже какой-то рейтинг, вот этот. И предлагается нам эти рейтинги смешать. Каким образом? Здесь записана общая формула, то есть fmlp получается из mlp это вот в общем виде записано линейное какое-то вот здесь кстати байос на последнем уровне написано типа сетка с линейными слоями, то есть вот у нас берется vs на конкратинацию плюс 2s нелинейность, потом опять vs опять там bias нелинейность. В итоге мы на выходе получаем нелинейность от там весов на какой-то вектор плюс bias. А из gmf мы получаем выход просто как скалярное произведение. Здесь не очень понятно написано, но мы как бы видите, то есть мы по сути в левой части нашей картинки делаем просто полиментное произведение, в правой части нашей картинки мы делаем конкратинацию и много линейных с нелинейностями и только потом мы их еще раз конкатинируем, добавляем вот тот самый обучаем вектор h, который столько раз уже было сказано и сегмоид. То есть у нас на самом деле вот здесь нету h сегмоида, вот здесь нету h сегмоида, она один раз у нас применяется в самом конце. Мы здесь в левой части по сути просто элемент вайс умножения делаем, в правой части мы конкатинируем, пропускаем через нелинейные слои с лилушками, получаем на выходе какой-то вектор слева и вектор справа. Затем мы их конкатинируем и делаем вот это вот такой один руками созданный линейный слой вида, умножаем на обучаемый вектор, накидываем сверху сегмоида. Ну и вот опять же здесь про линейность и нелинейность, да, в моем понимании это как раз то, что вот эта операция линейная, а вот эта конкатинация нелинейная. По поводу усвоенной функции здесь опять записаны сложные формулы, но по сути мы с вами предсказываем от вероятности от нуля до единицы. здесь смотрите просто сверху записано правдоподобие, то есть произведение там что там вероятности на в общем это просто функция правдоподобия и предлагается взять знака минус логарифм от этого правдоподобия и получить функцию, которую мы уже знаем, которая себя представляет просто терапию, то здесь у нас как логистическая регрессия там значение на логарифм предсказания плюс один значение на логарифм один предсказания и в начале минус. Ну, то есть это самая формула для кроссотерапии, когда у нас предсказание 0 или 1. Вот. Можете в этом убедиться более подробно если хотите. Вот. Соответственно, предлагается такую модель нам обучать наших данных. Давайте посмотрим, как это сделано. вот наши беднинги, про которые я говорил, да, для гмф они там стандартного размера, для млпшки они размеры зависит от количества слоев. Ну, окей, пусть будет. Соответственно, чем мы делаем? Мы получаем вход, добавляем слой, дропаут, линейный, лилу, делаем так, количество слоев, получили млп лейры, то есть правую часть. Для левой части нам, по сути, ничего не надо. Вот. Соответственно, здесь еще у нас записана инициализация. Какая-то хитрая, видимо, чтобы все завелось. То есть что-то нормальным сдается, что-то к савьерам, что-то к кеминг-униформам. Это вот в одном случае, в другом случае нас эмбеддинги задаются, копируются какие-то веса. Ну окей, давайте посмотрим, что в форварде написано. Эмбеддинги ютеров, эмбеддинги айтемов, скалярные произведения. То есть если у нас гмф, то мы просто получаем поэлементное произведение эмбеддинга юзера и эмбеддинга айтема. Если же у нас млп-вариант, как бы сейчас идет правая часть, то мы что делаем? Мы делаем эмбеддинги для юзера, эмбеддинги для айтема свои, делаем взаимодействие interaction в виде их конкатенаций и прогоняем их через млп-слой. Собственно, вот и все. Ничего хитрого. Учим это loss с логист с лоссом, потому что у нас 0,1. То есть это ровно та самая формула, по которой я сказал, где у нас только чей 0,1, то есть бинарная кростнотропия. Сдаем здесь параметры. На самом деле учим без дропаута. Три слоя используем. Давайте теперь напишем классический train loop. тренировка по train лоудеру, побежали, перекидываем на девайс, лейбл перекидываем на девайс, сайд на фьюзеров, зероград, модель, лосс-функция, backward step. Ничего хитрого, давайте пускать. По-моему, здесь бегает совсем быстро. Давайте подождем. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Обучилось, лосс падает, все прекрасно. Что это значит? Непонятно. Как мы на самом деле рекомендуем фильмы? Хорошо, плохо, непонятно. Соответственно, смотрим на метрики качества. Здесь есть ссылочка на конспект. Я его открыл. Сонмашин, это будет дальше. Сначала по поводу метрики качества. Метрики качества как сказать, вот-вот-вот-вот. Метрики качества я считаю это я думаю, вы знаете это с реакцией. То есть, мы условно там предсказываем к следующих как вас сказать, к фильмов, которые мы с наибольшей радостью рекомендуем. Вот, мы показываем только к товаров, поэтому нас интересует качество на этих товаров, а не на всех, потому что нам нет смысла пытаться предсказать какой-нибудь фильм, который с очень маленькой вероятностью посмотрит наш юзер, потому что он его никак не посмотрит, нам не так важно в каком он порядке или посмотрит ли он через два месяца фильм, которому мы поставили вероятность 0,0,0,1. Вот. Такая история. Соответственно, смотрятся все метрики E, от K, то есть бывают просто наличие рекомендаций hit rate от K, да, то есть hit rate просто сколько угадали, то есть мы знаем, что юзер дальше посмотрел там 10 фильмов под ID-шниками там A, B, C, D, E и так далее. Мы предсказали, что он посмотрит фильмы там C, D, E, F и так далее, берем количество пресечения за C, таким же образом можем считать Precision Recall, да, просто поделить на те, для которых предсказали, и те, то есть размер пресечения поделить на размер того, что предсказали, и размер того, которое действительно произошло интересующее нас событие. давайте сейчас посмотрим на код. Вот, для hit rate все просто. Если мы в если мы угадали, то единичка, иначе 0, да, ну, то есть мы как бы берем вот один item, который у нас ground truth ID-фильма, который реально посмотрел, и список рекомендаций. Если мы угадали, то единичка, и мы угадали 0. Соответственно, дальше уже про ndcg, тогда давайте я расскажу про ndcg. ndcg – это самая главная метрика, я всегда спрашиваю на всех собеседованиях, популярная тема, да, давайте попробуем разобраться. то есть если мы обозначим для нас если сейчас тут вот где-то было хорошо написано, вот, нам не очень важно как бы предсказывать, не важно, чем предсказываем, рейтинг, там, вероятность клика или чего угодно, на самом деле нам важно более революционным товарам дать более высокие предсказания, то есть поставить их в правильном порядке, то есть по сути отранжировать. Нам просто нужно там условно в Netflix и нам там нужно показать пользователю там 10 фильмов после просмотра предыдущего, чтобы он выбрал, и нам важно показать их в правильном порядке, то, что сверху он вероятнее кликнет, то, что ниже там надо листать, он уже может и кликать не будет. Соответственно, нам подходят метрики ранжирования, и одна из популярных метрик ранжирования является ndcg. Здесь у нас мы сортируем все товары по некоторому подсказанию, то есть словно по вероятности, и тогда смотрите, что происходит. То, что у нас есть некоторая функция полезности сдается, G, от рейтинга, и штраф за позицию это некоторая функция D. И метрика dcg.k там для конкретного юзера считается по всем товарам до k, то есть по k первым товарам используется вот некоторая функция g для полезности и d для штрафа. Как пример, это может быть два в степени рейтинга и один поделить на логарифм позиций. У нас как бы есть, сейчас еще раз пробую пояснить, у нас есть функция g, которая зависит от самого рейтинга, и функция d, которая зависит от позиций. Мы считаем, что d штрафует за позицию, то есть если мы поставили это на самый верх, на самое первое место, то у нас штрафа почти нету. Функция будет почти единицей. Соответственно, если мы поставили его в конец, то мы получаем некоторый штраф и умножаем это на некоторую полезность. То есть мы хотим самый полезный, то есть самый вероятный просмотр поставить на первом месте самый невероятный и последний. Если мы так сделаем, у нас там функция полезности будет большое значение иметь и штраф будет маленький. Для последнего элемента у нас будет функция полезности маленькая и штраф будет большой, но нам не так важно, потому что у нас для этого функция полезности маленькая. Соответственно, вот здесь предлагается использовать функцию полезности как экспоненциальную зависимость то есть два в степени нашего рейтинга а штраф вот через логарифм ну это просто 10g а там приходим к 10g здесь говорят что вот чтобы легче интерпретировать значение 7g ее можно поделить на идеальное ранжирование вот то бишь просто 10g может давать непонятные значения особенно если там функции g и d каким-то особенным другими сделать но можно просто поделить это значение на идеальное ранжирование то есть мы расставим все в правильном порядке какое тогда у нас будет 10g то есть какая тогда у нас получится метрика идеальная и просто таким образом нормировав мы уже получим более понятное значение мы это скоро увидим собственно чтобы использовать нам предлагается же а ты распространяется за единицу то бишь функцию полезности ну как убрать то есть использовать не экспоненциальной зависимости просто использовать значение нашего рейтинга то есть если у нас если мы угадали если у нас наш фильм который мы который юзер правда посмотрел есть в нашем списке предсказанных фильмов то вот мы там делим его на логарифм вот позиции плюс 2 да то есть мы по сути спорим эту функцию но мы вот же не учитываем очень просто рейтинг то есть у нас получается рейтинг деленный на логарифм позиции здесь позиции плюс 2 вот мы по сути штрафуем ну исполнил просто рейтинг и штрафуем то есть помимо просто наш рейтинг там подсказали и штрафуем за позицию если у нас 25 сам внизу списка это плохо если 25 сам верху списка хорошо середине нормально и даже предлагает свою функцию обучиться средний значение на всех данных то есть это нужно и средний потом всем пользователям здесь ты происходит выбирает стоп к предсказаний чтобы там к самых вероятных просто название они пригоняются в нам по и входящий вид и мы для них вычисляем средний хитрейт и средний эндис джи мы просто пендим для каждого юзера это мой лейбла аппендим значение mcg аппендим значение хитрейта нашими функциями почитаем давайте посмотрим качество нашей модели такие же я уже пускал ноутбук ну да практически такие же у нас получается хитрейт порядка 58 процентов и 32 процентов то есть на самом деле мы там несмотря на то что у нас вот такая обстановка задачи у нас получается что мы там 60 грубо говоря 60 процентов нас хитрейт 60 процентов фильмов мы угадываем да то есть это как как бы такое типа не до акурисе ну и эндис и джи для сравнения следующей модели у нас здесь получается там 032 теперь предлагается нам посмотреть на трассиона машины машина стараюсь говорить правильно история открыл кусочек лекции то есть какая здесь идея если вы смотрели запись лекции и же не с прошлого года там он говорит что как бы вот какое там долгое количество времени считала что вот это вот вся тема с не руку братью фильтрингом хорошо работает но потом недавно кто-то решил ревизит статью и перепроверить что же на самом деле хорошо работает лучше работа машины или ncf и выяснилось что вот ребята которые давно-давно написали статью про ncf они такой черепикинг сделали то есть они там много раз пускали модельку и смотрели к она лучше выдает результат по тесту какой-то случился черепикинг на соответственно решили перепроверить и оказалось что вроде как просто традиционные машины дают сравнимые от и лучше результаты мы сегодня с вами это попробуем проверить то бишь давайте посмотрим про факторизационные машины предлагается нам допустить как здесь видео в том продолжение написано допустим что сливай примерно зависит от парных взаимодействий между признаками сейчас здесь есть картинка да то есть по сути мы как бы берем ох и и юзера ох и и фильма какие-то еще значения запихиваем в обучающие данные ведь на всякие там другие рейтинги фильмов время там stem какое-то еще фичу до виде последнего просмотра фильма туда же пихаем еще там страну юзера страну фильма у нас есть и просто обучаем это на таргет предсказания нашего назначения там рейтинг для вот этого фильма вот этого юзера который он еще не смотрел вот и вот здесь есть некоторая идея которая за этим стоит что у нас там вот мы считаем что у нас целевая примен зависит от парных взаимодействий между всеми признаками поэтому можно поставить такую полимеральную регрессию 2 порядка здесь на будут произведения там всех иксов со всеми получить слишком много параметров затем приблизим в общем я думаю на лекции это рассказывали мы приближаем получаем такую формулу и стены же работы называется машины посмотрим что здесь написано нам предлагается поле для этого готова библиотеку по fm просто чтобы сравнить эту модель с нашей нашими же написанными метриками с нашим моделью ncf обучающий выборку приводим к нужному формату такому для функции он машин для библиотеки вот пример рейна и теста они теста и греков соответственно давайте обучим переводим словарь матрицу весов в матрицу вектор fx и запускаем обучение здесь она чуть чуть дольше да здесь предлагается еще для библиотеки в другом много формате написать функцию требует подсчитывать нам наше качество ну собственно с данными на другом виде записано и по-другому обрабатываем через словари вот это время обучается но давайте сразу покажу результаты по топ к 10 получается результаты по по хитрейту больше по 10g меньше вот такая история но мы конечно сравниваем более более честной метрикой каким-то курсе которая очень не может отражать реальную картину более сложной метрикой мы считаем что наш нейронная сеть все же лучше да тут конечно да большое количество честных и нечестных факторов то есть мы здесь взяли там условно три там где-то там три слоя можете да там больше параметров чем факторизационной машине да так далее то есть возможно это не совсем честное сравнение для совсем честных сравнений лучше пойти прочитать статью про нее говорит на прошлом этом про нее говорит на прошлом на записи же я думаю там он ссылочку оставил здесь она будет обучаться ждать того мы уже не будем толк с этого мало вот в общем такая история лучше использовать нашу вот нейронную до нсф чтобы работать с рекомендациями такая история на сегодня собственно кому будет интересно там загуглите или возьмите а может считать уже засчитался возьмите же не на статью вот можете порассуждать на тема просто здесь написано хоть мы это и кратко проговорили собственно все думаю тогда на это будем заканчивать что еще сказать все наверное желаю удачи с домашними заданиями из контрольной которая вас скоро ожидает но кажется мы еще пару раз до нее встретимся тогда всем спасибо пока 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 вы